Всем привет! Я вам хочу рассказать о книге Европы во мне. Эта книга, она такая нетипичная модфикшн, и эта книга описывает личный опыт эмиграции автора, и она не расскажет, наверное, как легче адаптироваться в другой стране, или, не знаю, как победить прокрастинацию, стать более счастливым. Она такая очень живая, и представляет собой сборник историй и каких-то личных переживаний, и проживаний автора, которые она испытала, когда она переехала в Европу. И когда я ее читала, мне просто очень многое отзывалось, и я думала, блин, ну как у меня так же. Я читала какие-то ее истории, с чем она сталкивалась, и очень много похожего я заметила. И еще, когда я читала эту книгу, я, наверное, получила много удовольствия, и я считаю, что это одна из важнейших причин, чтобы читать книги. Несколько слов об авторе. Ее зовут Екатерина Уаро. Она родилась в Крыму, выросла в Беларуси и закончила Литинститут в Москве. И потом она переехала во Францию, а затем в Италию. И в своей книге она описывает личный опыт, свои истории о том, как это жить в Европе. Тут небольшой интерактив. Вот, сразу же. Представьте ситуацию, что вам нужно отправить сообщение кому-то, чтобы вам прислали документы. И вам нужно выбрать один из вариантов, как вы напишете это сообщение. Первый вариант – это отправьте мне обещанные документы, пожалуйста. Второй вариант – не могли бы вы отправить мне обещанные документы. Третий вариант – не могли бы вы быть, пожалуйста, настолько любезны, чтобы отправить мне обещанные документы. И четвертый вариант – я была бы признательна вам, если бы вы отправили мне документы, когда у вас появится такая возможность. Я прошу вас принять модаль месье, заверение в моем сердечном уважении. Вот, давайте проголосовать, кто какой вариант выберет, кому больше подходит. Вот, так как вообще-то будем в тренде, выборим в Грецию в это воскресенье. Вот, называть кто за вариант А. Раз, два, три. Три человека. Четыре. За вариант Б. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, так. Вариант С. Один. Все, да? Два. Вариант Д. Вы правильно пишете? Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Ты уже пишешь документы, которые тебе обещали, если ты уже сам человеку пишешь, то ты уже пишешь несколько с издевкой. Нет, это первое сообщение, отвратите мне документы, пожалуйста. А, у них вообще не поймут, что ты издевок. Первое, первое сообщение. Там, не friendly reminder, а вот первый раз. Вот это вот, знаешь, это вот в моей голове, это не friendly reminder уже. Да, я только с первой, да, правда, как ты говоришь, это такая пассивная Греция, это как издевка. Вот, но этот, короче, это был тест такой маленький, который автор получила на уроке французского. Все иммигранты, когда приезжают во Францию, они учат французский язык и им помогают в этом пенсионеры-волонтеры французские. Вот, и когда мне нужно было выбрать один вариант, она сказала, ну, точно не Д, потому что, ну, понятно, тут вообще издевка. А волонтер, французская бабушка, ответила, ну, как же ты не чувствуешь, тут же все на своих местах. Это как раз самое то. Потому что, если ты выберешь другие варианты, ты будешь недостаточно вежливым. Вот так вот. Да. Есть еще нюанс, каждый раз, когда ты обращаешься к кому-то, к которому специально-социальная служба работник, к ним обычно обращаются к номер один, два, в лучшем случае три. Это работа не маленького клерка и так далее. Но от его кнопки зависит твое что-то, и написать, как бы, ну, лишний раз заранее вас просить и так далее, особенно если это первое. В лучшем случае тебя, как минимум, прочитают для сообщений и запомнят твое имя. Ну, я не знаю, может, в мире французской бабушке, которая еще живет на несколько старых стандартах, как раз фраза D – самое O. Но вот, на мой взгляд, я думаю, что в этом как раз разница в культурах отражается. В возрасте получается. Ну, и в возрасте тоже, да. И, как она говорит, что при переезде в другую страну важно установить новую программу вежливости. Потому что, ну, тот уровень вежливости и те слова, к которым ты привык, ну, к которым ты считаешь вежливым, и уровень какой-то приемлемый, он может быть не совсем приемлем в другой стране. И интересно, когда она вот уже переехала в Францию, но она работала на российских заказчиках и писала тексты на разные сайты. И ей приходит письмо о том, что, ну, с просьбой, возьмется ли она там за работу, написать определенный текст. И она, так как она уже программу вежливости французскую поставила, она уже хотела ответить в таком же стиле, там, мадам месье, там. И она понимает, что, ну, такой уровень коммуникации деловой, например, с российскими заказчиками, он не приемлем, потому что люди могут воспринять это как ему насмешку. И ей приходилось, ну, перестраиваться, то есть с русскими людьми общаться более сдержанно, с французами общаться более вежливо. И на это она затрачила дополнительные силы, потому что нужно было некоторых встраивать в нужный контекст. Вы, кстати, замечали, что в Греции, может быть, как-то по-другому вежливость? Я, например, не замечала, что это какие-то особо вежливые люди, или в смысле, что это принято. Может, в Франции это так, а... Ну, на самом деле, это на уровне языка. Это еще очень часто даже вариант про английский и русский, что русские все кажутся огромными хамами для англоговорящих, потому что, ну, вот если жгнуть на твой тест, вариант С, не могли бы быть там настолько любезные, отправить документы, это стандартное, would you be so kind to send me как что-нибудь. То есть, вариант С, это прям супер база, а для нас он уже кажется такой, типа, забыщенный. Ну, я согласна, что, да, нюанс в переводе есть. То есть, наверное, когда на английском, это не звучит настолько вежливо. То есть, это просто какие-то конструкции, к которым они привыкли, и без них кажется, что ты им прямо ужасно хамишь. Если не вижешь у всех этих диффералов, а нам кажется, что это везем. Ну, и про благодарности. Греки, они же все... не благодарности, а пожелания. Кто учит греки, нам же все время рассказывают. Греки всегда делают дружинку пожелания. Хорошей недели. Хорошего, на каждое его первое число месяца, хорошего месяца. Если просто чего-то, хорошего продолжения. Хорошего там всего на свете. Хорошего, ну, не знаю, может быть, любое слово, да. Поэтому намного вежливее, чем, да. Ты что-то хочешь сказать. Да, удивительное дело. Я у вас согласна, по-моему, англичан. Но я общалась со своими соседями, они греки. Удивительно. И они меня спросили, я тоже прилипла к тому, что мы греки много хамоваты. Потому что мы прямолинейные, и вы хамоваты. Ну, мне так не кажется, что вы хамоваты. Мне кажется, просто близки, наверное, с русскими, и поэтому мне кажется, это вот так. Сегодня у меня ухо ризануло, смотрел новости на греческом. И там не очень-то веселая эта новость, очень даже как-то скорбная. Но они такие, калимера, 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 калимера. Потому что, да, пожелать доброго утра этого. Ну и вот, переходим, главное, к русским. И вы, наверное, замечали, не сталкиваясь с тем, что относительно россиян и российской нации есть такой стереотип, что русские – это грубоватые. Вольно грубые, резкие. Да? Да, в принципе, на самом деле. Вот. И когда Екатерина, она прожила какое-то время в танце, и немножко уже адаптировала свою культуру, она приезжает к себе, к родным гостям в Беларусь, там накрыть стол, все как надо, в общем, и ей начинают задавать довольно-таки личные вопросы. «Любишь ли ты своего мужа-француза? Сколько он зарабатывает? А почему у вас нет детей?» И она на эти вопросы, ну, не отвечает и обижается. И тогда ее мать ей говорит, что «Ты стала совсем иностранка, ты какая-то очень закрытая». И она говорит, что ей захотелось вот этот снять стикер «Грубые русские» со своей спины и повесить на спину с верховых, потому что сказать, что вообще-то да, вот вы все русские, ну, достаточно грубые. И она, вот только когда она уехала, она заметила эту разницу, но тут, наверное, вопрос не сколько там, один грубее, а другой нет. Просто что живут в разных культурах, и вообще-то там ее родные как-то тоже горюют о том, что она сейчас далеко живет, вообще, и как-то, что связь все равно теряется. То есть с их стороны тоже есть какая-то обида, и с ее стороны обида, что они задают, ну, слишком такие очень близкие вопросы, которые уже для Франции кажутся неуместными. «Ну, я бы тут сказала не грубость, а бестактность» — это, мне кажется, два разных понятия. То есть то, что русские бестактные — это правда. Ну, либо же вопрос личных границ. Можно же, да, в России так же сказать, что эти вопросы, как бы, я не готова обсуждать, независимо, ты из Франции приехал, либо ты там же продолжаешь жить. Угу. Ну, какая в целом эта тенденция, если говорить? А про себя, как можно разговаривать, потому что Беларусь училась в Москве, она себя русски считает, потому что я просто сам вопрос. Да, она не делает различий между Беларусью и Россией, и она пишет на русском сама свои книги, и поэтому она как-то объединяет вот эти две нации в одно, ну, потому что мне кажется, очень сильный культуральный бэкграунд общий. Ну, потому что это замечательностно, действительно замечательно. И я просто, у меня просто понимание. А, ну да, то есть если она говорит, там, я из Беларуси, я там русская, то, в общем, у нее одно и то же в книге отзвучит. А замечали ли вы, что в Греции, ну, вот как-то с лишними границами или с грубостью? Вот я, например, точно замечала, что для меня какие-то вопросы греков, особенно русские, которые уже давно живут в Греции, они слишком такие близкие. Они очень быстро сближаются. И для меня это, я это расцеливаю как, ну, вот, бестактность, невоспитанность, наглость. А для них это может быть совсем ок. Ну, это вот на рынке назвать, там, тебя куклому, там, морому, или как-то бы они еще называют. То есть для них это так же принято, и все на рынке придут и скажут, что ты моя кукла, там, ты моя малышка, ты моя девушка. Ты пара на конечество говорила, что у них кукла, а у них значение просто немножко другое, а у них какой-то подоплеки такой-то. Суровень не такой. Да. У меня даже не было куклы, я ничего не делала. У меня есть рынки, все куклы. Давай, давай, ну, сейчас я не только одна. Выходи, если ты ее за конец, а у меня куклы не назвал. Про внутреннюю батареечку, это про внутренний ресурс, количество энергии. Когда переезжаешь в другую страну, или оказываешься, ну, вот именно первое время, то часто вот эта внутренняя батареечка, она мерцает красным. Потому что очень легко потерять силы и энергию просто от каких-то банальных бытовых вещей. Типа ты пошел в магазин, что-то ищешь, там, полчаса пришел домой, уже устал. Либо какой-то маленький смолток, и это очень отнимает много сил. И, как Екатерина советует, что в этот период вообще важно брать всю поддержку. Ее много не бывает. Заскать с собой свои такие внутренние аккумуляторы, чтобы постоянно себя подпитывать. Потому что если энергии становится мало, и вот эта батареечка начинает вообще нарицать красным, то человек больше склонен выдавать какие-то автоматические реакции. То есть срываться на кого-то, грубить. И он очень становится таким уязвимым и ранимым. И ранится во все, там, своих, о чужих. И, как она говорит, чувствует себя блудным сыном, который вышел из одного места, то есть из своей родной страны, но еще не пришел в ту страну, в которую он приехал. И завис, как будто в этом пространстве между. Ну, про ресурс я с ней вообще полностью согласна. Я с Номатрой сталкивалась и до сих пор сталкиваюсь, что я гораздо менее продуктивная. И больше устаю. Например, я помню, когда я пошла первый раз в магазин, и мне нужно было купить какие-то средства для уборки. И я вот стою перед этим стеллажом, а там еще не ловил интернет. То есть нельзя было перевести. И я думаю, это для унитаза, для посуды, для пола, для чего эти бутылки, как их понять. Только по картинкам. Вообще никак. И мне казалось, что почему я ловлю стою, я сходила только в магазин. Ну, вообще ничего, кажется, не сделала. А на самом деле там много очень тонких процессов, которые все происходят. Ну, это эмоциональная такая осталась. То есть не физическая. Да, да, да. Как это кто-то сталкивался с подобным? То же самое. Каждый день пришли. Вообще один разил, да. Я чувствую, вроде взрослый человек, и чувствую себя после пятилетнего ребенка, который не умеет читать. Я готова просто раздреве выглядеть, может быть, да? А, на самом деле. Только угрессы локальные, правда, отличаются с центральной европейсии. Нет, я была в большом столе, неитесь, и вот это плохо просто. Вот то, что ты рассказывала, все чистящие средства, надо все купить. Я стою, я реально, когда думала, было просто раздреве, это ужасно. Я столкнулся с той же самой ситуацией, в сфере, в комочеках. И в России, потому что... Просто ты, когда видишь, и тебе сложно выбрать вот этот сам процесс, паралич принятия решений, паралич выборов, как хорошо купить. Сильно выбирают твои ресурсы, параличные. Нет, ну ты думал, ты не понимаешь, что вы получите. Ты не понимаешь, что вы получите. Да, но тут именно тебе надо одну вещь, и ты не понимаешь, что вы из этого. Потому что тебе не... С этим я тоже согласна. Нет, давайте дальше. Право на солнце. Оказывается, во Франции есть чудесный закон, согласно которому работодатели вас обязаны пустить в отпуск летом. Потому что жители севера Франции, они живут под морозью целый год, и каждый северный француз достоин того, чтобы увидеть солнце, Канн, Ниц и Марселя. Я считаю это вообще прекрасно. Жаль, что ты не делаешь. И когда автор приехала во Францию, она не поверила, что вообще-то все французы в августе, они уходят в отпуск. Она подумала, наверное, как в России, ну там, многие люди уходят летом в отпуск, но не все, оно не может быть такого, что она что-то закрывалась. Но она столкнулась с реальностью, что реально где-то даже на полтора месяца были закрыты булочные аптеки, стоматолог только с ноября принимал, еще что-то. И сначала это ее очень так бесило, ну в смысле, как вообще это невозможно себе представить. И, например, я с похожим столкнулась в августе в Греции, когда где-то две недели многие греки уходили в отпуск, и много чего не работало в моем районе. Например, были закрыты очень многие кафе, многие аптеки. И для меня это тоже было непонятно, как можно остановить бизнес, можно же там составить график отпусков, вот так вот, чтобы не было такого, чтобы взяли в сейлшний отпуск. Они в Марсиве находятся. Они умеют работать со вниманием к себе. Да, да, и есть какие-то плюсы, она потом отметила, что она потом как-то к этому привыкла, и что все люди, которые приходят в сентябре на работу, они все-таки отдохнувшие, и очень много делятся о том, как они провели отпуск, и это как-то заряжает на дальнейшую работу. Как по-французски, по-секай-секай. А можно спросить, сколько она в Европе продала в Франции? Она там не написала, это буквально немного сказали. Вот, и вот такие вещи, которые, ну, сталкиваешься с каким-то непониманием в другой стороне, можно как-то рассуждать об этом, хорошо это или плохо. Я думаю, что вы очень много в греческих чатах встречали такого, типа, вот, они не умеют вести бизнес, это ужасно, это неправильно. Но она поняла, что, ну, такая стратегия, она не очень продуктивная, и лучше задавать вопрос, а подходит ли мне это? И, ну, отвечая на этот вопрос, да, подходит или нет, не подходит, и как мне с этим взаимодействовать? Как мне себе сделать лучше, чтобы как-то меньше страдать, меньше переживать? Мне кажется, это очень классный вопрос. Вообще, в целом, ну, как-то в жизни, к каким-то вещам подходить, не с оценки, это хорошо или плохо, а подходит это мне конкретно вот сейчас. Именно сейчас, потом может не подходить, а вот как с этим сейчас. О, тут какие-то другие силы возникли. Екатерина говорит о том, что эмиграция очень ренажает, и в эмиграции часто ранишься многое от чего. Например, она обижалась на французов, которые многие не знают, где находится Беларусь. И в итоге она стала носить с собой карту мира и показывала этот новый свод. Вот тут вот. И она говорила, ну, как, это же Евросоюз, и Беларусь с граническим Евросоюзом. Как люди не могут знать, где находится эта страна? Либо она иногда сталкивалась с каким-то конфузом. Например, когда ей, думаю, Виталий, комплимент сделал мужчина, он сказал комплимент маме. Ну, что значило, типа, что вот мама, она родила такую дочь красивую. И она это взяла, ну, и как-то приятно стало. А она потом спросила у своего французского друга, а он ей сказал, ну, вообще-то это такой дешевый подкат. Наверное, я думала, какую можно аналогию придумать у нас, у русских, мне кажется, что это вашей маме взять не нужен. Ну, как-то звучит, потому что максимально отвратительно просто. И об этом она как-то, ну, ранилась, потому что она не понимала, где комплимент, а где издевка. И в этом месте она решила, что вообще все вопросы, которые ее ранят, нужно перенаправлять внутрь. Например, почему я ранюсь? Либо потому что я им завидую, либо я потому что хочу им очень понравиться, либо мне кажется, что меня нет, если не знаю, где находится моя страна. Вот. Как-то вы сталкиваетесь с тем, что, например, какие-то комплименты или слова, ну, иногда непонятно, как расценивать, например, вот как с куклой, мне кажется, хороший пример. Ну, то есть, по-моему. Ну, они всем так говорят. Но при этом Жанна Набречесна говорила, что Морому это уже какая-то малышка, какая-то детка, которая более для отношений и любовных, либо каких-то, даже не дружеских, а намного более близких, чем дружеских. А если скажут кукла, то это просто комплимент такой достаточно приятный. Ну, вот по-русски она перевозится все равно как-то, вот, немножечко. Ну, все равно, смотря, кто скажет. А у них это вообще? Порядки вещей, что мне, что бабуля, что там ребенку машины, то есть без подоплеки, подката, либо чего-то. Здесь вопросы про войну, наверное, что-то такое сейчас, про политику. Да, да, есть такое. Ну, и что как-то, ну, например, то, что я замечала по себе, что мне хотелось как будто показать себя какой-то о хорошей русской, ну, что я вообще не те вот эти русские, которые на бомбы отправляют. Я вообще хорошая русская, я вообще это очень поддерживаю. И в этом как-то, у меня, наверное, было больше каких-то ожиданий, что другие люди как-то меня, ну, негативно начнут воспринимать по дефолту. А как бы проверив реальность, я поняла, что, ну, вообще-то многим просто пофиг. И реально, ну, как бы, никто не ставит во голову угла в твою национальность и как-то тебя точно определяет. Ну, если в целом. В любом случае, на некоторые вопросы, особенно когда это смартфон с каким-то таксистом, в пути можно ставить мне. И они говорят, давай, вот это тело. И все. Да, да. Там же говорили на прошлой презентации, что самым успешным говорим, люди говорят нет. Можно практиковать. Потом удивляются, почему русские, грубые. Так, ну, и тоже про ресурс. Она рассказывает о том, что она заметила, что когда она жила в Москве, она успевала в три раза больше. Несмотря на то, что Москва большая, она более людная, грязная, и там, с транспортом, ну, дольше дорога занимает. Но и она переехала в другую страну, строила себе планы, но оказалось, что она не такая продуктивная и вообще не такая предсказуемая, как она от себя ожидала. И она удивлялась, почему, например, на улице красиво, она выходит, но почему-то она, ну, не чувствует столько энергии и не такая продуктивная. У меня, например, точно себе подпалкивалась, особенно вот греческая погода, природа, иногда прекрасно, иногда выходишь, любишь, и вообще все, все ужасно, все плохо. И она пришла к тому, ну, в чем причина вообще еще такой усталости в том, что есть необходимость какой-то перепрошивать опыт. И даже если это, ну, условно-позитивный стресс, то это перепрошить вот этот опыт занимает очень много энергии. И она привела такой пример, что она спустилась в метро французской, и она встретила полицейского с автоматом, и она испугалась. И она сказала своему прорусскому другу, типа, вы их не боитесь, а ей друзья отвечают, типа, почему мы должны бояться полицейских, они же нас защищают. И она еще заметила, что полицейский с ней, подними в глаза, но с ней флиртует. И для нее это вообще был разрыв шаблона. Ну, типа, как вообще полицейский еще и тут может флиртовать, стоя вообще с огромным автоматом. И вот именно она получила такой опыт, подумала о том, что, возможно, полицейские не такие же пугающие, но чтобы в это встроить, этот опыт вместо того, что у нее был до этого, уходит очень много энергии. И вот эти какие-то ограничения, которые, ну, были в психике, как смотрят на мир, они тоже меняются, и на эту всю перестройку уходит, ну, достаточно много сил. Ну, например, что полицейских я заметила в Греции, когда я увидела, как они на набережной сидят, клют кофе на лавочке, абсолютно расслабленные. Я тоже, когда, например, вижу полицейских, у меня сначала какая-то, ну, ощущение страха. Я хочу как-то съежиться и думаю, все ли я делаю правильно. Вот. И когда вижу таких людей, я сталкиваюсь с моим прошлым опытом, который как-то не очень релевантен к текущему, может быть, по-другому. Ну, и как-то это во мне тоже остается. Ну, вообще, расслабленные полицейские должны, наверное, внушать себя, потому что они предполагают свою работу на какой-то момент. Может, они защищают себя реально. Может, ничего не происходит. А, ну? А, ну. А, ну, они все равно должны птиц. Этот образ неходит в эту рон. И она говорит о том, что, когда уезжаешь, можно посмотреть на то, что происходит в твоей стране, немножко по-другим углом, и принять все-таки, что что-то в твоей стране было неналогично, небезопасно. Не знаю, мне для этого не нужно было уезжать. Мне же нужно что-то понять. Вот. И она говорит, что классный опыт, перезаписать свой опыт, это, например, сходить на мирную манифестацию, все-таки сжаться от страха, но заметить, что никого не уволокли в автозак, никого дубинками не побили. Вот. И как-то перепрошить тот опыт, который был до этого, и изгнать из себя страх таким способом. Кто-то ходил на греческих с демонстрацией? Да. Да? Виктор. Ну как тебе было? Классно. Это весело, и не было. Классно. Вот. Демонстрации могут быть весело. Екатерина заметила, что, например, в России есть некоторый стереотип европейцев и американцев, что они такие жесткие мудралисты, у них там такие жесткие границы формированные, и они вообще детей там 18 лет как раз им до свидания, типа, жили своей жизнью. Ну, такие какие-то очень мудралисты, эгоисты. И когда она приехала, и заметила, что вообще-то, ну, что-то действительно есть, действительно, может, где-то родители там 18 лет дают полную свободу. Но в то же время у европейцев очень тесные связи семейные и дружеские. Они собираются там за воскресными обедами длинными. И очень много времени уделяют вот именно построению отношений. И не только там родители, дети, или, например, партнеры, но и дружеские отношения, но и там более отношения более расширенные в семье. Ну, например, в Греции это точно так. Я вот вижу, что тут такая большая семейственность, и они этому уделяют много времени. То есть она же не просто так, как бы, рождается, а люди в это реально вкладываются. Вот. И пункт, который она вывела, наверное, что если ты хочешь что-то построить, этому важно уделять время. Ну, отношениям тоже важно уделять время. Заслуживать это время. И Екатерина отметила, что когда она переехала в Европу, хорошее отношение ты получаешь по умолчанию. То есть плохое нужно заслужить, а хорошее, оно как-то полку. И очень много, ну, какого-то позитивного отношения друг с другом, и эти послания были открытые. Например, я замечала как-то, что когда я переходила дорогу по переходу, одна девушка встретила в руку и сказала, блин, у тебя такой классный цвет волос, и вторая такая, да, типа, спасибо. И насколько это вот открыто, и как-то комплиментов я замечала, что больше делаю в Греции. Вот, а она сравнилась с той средой, в которой она выросла, и говорила, что в, ну, в Беларуси, в России хорошее отношение, ну, особенно ребенку, нужно заслуживать. То есть оно по дефолту не дается, нужно его чем-то заработать. И, как она говорит, что если улыбка и доброе слово это не тот товар, которому нужно заслуживать, не зарабатывать, а это воздух, который повсюду витает, то тогда его не нужно выменивать на какое-то хорошее поведение. Как-то вам это как-то отзывается? Вот я, например, не очень таких заметила различий, что, ну, например, в Сагриде, в Греции, что по дефолту хорошее отношение, а в России там как-то, ну, какая-то более токсичная среда. В Греции, я думаю, я хотела свой пример сказать. Да, давай. Сто процентов заметила на фоне детей, на фоне школ, насколько добрее дети в школах, насколько добрее отношения, насколько, если в России там, не знаю, мой ребенок заболет, он скажет, ну, че, а теперь, а вы классники. Ну, такие, у тебя такой красивый голос, а по еще. Ого, она привыкла, что я буду за это там, а теперь. И ты же там в жизни говоришь, какие-то красивые волосы светлые, какие-то глаза голубые. То есть, ну, в России мне даже сложно представить, чтобы дети в классе такие вещи, которые говорили. Ну, здесь это, ну, это стандартно. Мне кажется, то, что взрослые не говорят, поэтому дети не имеют такого опыта, типа, как просто человеку говорить, ну, у тебя красивые волосы, мало ли что подумают, да. Ну, вот, здесь какие-то такие вещи. Очень интересно, да. Мне кажется, именно на детях вот это, ну, больше этого, видимо, больше проявленности. У меня начисла в соседке один раз, там, флешкой, важно. И у меня будет и рождение в этом моменте. Она говорит, ну, заходи, хочешь вина, салаты, подыграли. И меня позвали, посидеть, и мы вот так далее. Да, это очень круто. Меня тоже соседи просто пригласили кофе попить. В итоге я весь день их ела. Я пыталась, если я с ним как раз, ну, не пойду пойти. Я пыталась уйти, и не получилось. На том, что у него будет дети, у бабушки пришла. Я возмесила, даже, может, не в отношении меня, а так друг к другу я так с глагол не дослышу, они 5 минут обсуждают, у кого что хорошо. У тебя все хорошо, у тебя все хорошо, у тебя все хорошо, 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 у тебя все хорошо. У меня как-то у нас нет такого, я как-то очень... Человека как-то встречают, может быть, не такие-то супер близкие друзья, но это пол-ток такой прям наполненный энергией. Да, да. Есть какое-то что-либо, может, больше не пожелать, я не знаю даже, как это назвать, но как-то по-другому. Прививка от одиночества. Когда Екатерина переехала в другую страну, она хотела себе завести друзей, и именно таких друзей, чтобы, если общаться с человеком, чтобы с ним сразу дружба была такая, надолго, либо по работе, партнерству. А вот эти всякие бесполезные, ненужные разговоры со всякими продавцами, баристами, соседями, это вообще не стоит того, потому что что разговаривать, вообще в это время можно сделать кучу полезных дел, я не знаю, пройти какой-нибудь вебинар, где-то тут послушаться, можно заняться. Вообще, я думаю, не стоит, это болтанья. И она как-то поняла, что друзей не появляется, вот так вот, хлопай сразу. И она затем прочитала в каком-то журнале, что исследование было, что если у вас есть несколько слабых связей, это именно связи с продавцами, с баристами, то когда человек чувствует себя более счастливым. Сначала она это все терпела, вот этих всех консьервных, курьеров и прочих, а потом она как-то поняла, что все-таки она чувствует уже себя не таким одиноким. Анжелика, у тебя есть какой-то пример, если ты так смеешься. Ну, конечно, это задние партии. Задние партии. Вот, мы дополнительные смыслы находим. Ладно, потом поделитесь. Можешь сейчас поделиться. Я вообще не смеялась. Что-то там, просто ксичная сфера. Я такая замечала. У меня здесь сосед, дедулечка такой, он мне, он почему-то дежурит там в овощной лавке, и чтобы вообще выйти из дома, ты всегда проходишь мимо него. И он со мной стала там разговаривать потихоньку, и я ему как-то сказала там, что я типа иду на урок, еще на греческом сказал, и он мне сейчас каждый раз спрашивает, «Как гречески?» И почему-то он мне говорил иногда 14, например, декатессора. Я думаю, что он меня хочет, я уже не понимаю. Оказывается, он меня тренирует. Ну, то есть он мне говорил греческом, а я должна сказать сейчас на английском, какую-то цифру он сказал. Ну, как, для меня это было не очевидно, тем более, что он на английском не очень знает. Я уже иногда прожусь дома и думаю, «Как мне...» Скажи, что в автошколу пошла, он тебе будет рассказать, что ты знаешь, что ты знаешь. Кажешь мне на греческом. Полезно, амансов уже давно. Это, кстати, распространено. Меня таксист тренировал. Вагонечески я ехала в поликлинику. А потом меня странировала с температурой. Еще пробка была. Когда водка ехали, лежит дышать. Ну, как-то меня немножко это и раздражает, но иногда мне как-то приятно, что есть человек, который такой, ну, как-то, как-то ко мне расположен, короче, как-то рад меня видеть и вообще с мной разговаривает. В этом что-то есть. Ну, такая вот тонкая грань, как вот не всегда быть такой, «Здравствуйте!» Когда тебе как бы вообще не хочется разговаривать. А где как бы и вот ничего отношения с этой гранатой? Поводы красоты и внешнего вида. Оказывается, Франция и Италия в этом месте очень сильно раздражаются. Она говорит, что для Франции быть красивым – это быть таким ухоженным, но так, чтобы это выглядело очень натурально. Чтобы это вообще не выглядело, она вообще как-то очень старалась выглядеть хорошо. Это должно выглядеть немножко небрежно. И если женщина во Франции идет на свидание, она должна быть выглядеть чуть-чуть лучше, чем она там одевается в обычной жизни. А Италия – это несколько наоборот. Если ты идешь на свидание, то ты, если ты оденешься так же, не знаю, в джинсы и футболку, ты придешь, а там мужчина просто три раза тщательно на тебя оден, и может быть какой-то конфуз, потому что Италия, ну, принято носить платье, женщина ярко красится, использовывать аксессуары. И она это замечала, например, по сравнению с Россией, все-таки, мне кажется, у нас, ну, если братья в целом, то тоже есть какой-то, ну, такой культ женской красоты, вот эти платья, каблуки и прочие, некоторые девушки там на свидание просто разодеваются полностью. И когда ее французский друг приехал в Москву, он ее спросил, говорит, Катя, почему женщина в России одета как проститутки? А она говорит, они не проститутки, они просто стараются выглядеть хорошо, и это так принято. И когда она сказала, что она во Франции одевалась как по-русски, то к ней приходили социальные предложения. Ну, думали, что она такая женщина легкого поведения. Загаза, как слава, без связи. А, вы, кстати, как думаете, в Греции с внешним видом, с красотой, как-то отличается от России? Конечно. Как? Я не знаю, почему они постоянно одеваются черные, причем независимо погода, возраст, не знаю, события. И как-то, ну, может быть, это и хорошо, что у них все попроще, чем у нас. Они, может быть, не отнимают внимание и концентрируются на чем-то более важном. Не знаю. Но, просто как по мне, мне просто это некомфортно. У меня, может, свои тараканы в голове, я не знаю, но оно сразу видно, когда идет русская девушка, ну, даже не русская девушка, может быть, русскоговорящая, ну, вот из каких-то наших стран. Да, 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 СНД, либо кто-то такие, либо уже Греция, там, я замечала, что мальчанки, они очень так красятся и так много времени являют своим макияжем. Даже нет. Может быть, это вопрос в стиле в каком-то, то есть, для них норма спортивной жизни. Но если сравнить с мелками, то гречанки просто невероятные. Красотки, да. И они очень за собой седиатки. Ну, мне кажется, они меньше, чем гумбок. Если сравнить с мелками, ну, то есть, смотря на русские сравнивают, мне кажется, они ближе к русским, чем там, к немкам, или кружинам. А пожилые, да, очень далекие от русских кожных. Пожилые, да, в греце, в русских, и в каляске. Словнее, что я и круглый. цветокоженский. Нет, да? Ну, я согласна, что количество женщин более ярко, то есть, что-то с ним не просто степаешь, просто сроки, темного голоса. Ну, да, очень маленькие. Постоянно часто с красными, какими, какими, алиэкспресси, и, какими, и, 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 ну, она же переплана между этими странами, и, как-то, это слишком сложно, слишком адаптироваться, и списывала ей другую культуру, и она искала способ, как вырастить себя, как при этом остаться собой, но и как-то вписаться в культуру, вообще стоит ли, важно ли это сильно, как-то стараться выглядеть, как тут принято, потому что тогда, ну, какую-то часть себя теряешь, и вот это такой внутренний вопрос, как, как, как же быть, мне кажется, ну, каждый себе отвечает, на него. Уметь жить. Это особенно Клари, в Италии, она заметила, что в Европе, ну, и особенно итальянцы, они умеют нить жизнь, и у них даже у итальянцев есть какой-то комплимент, который означает восхищение тем, как человек может обустроить свою жизнь, и это не про какие-то там, не знаю, дорогие машины, квартиры, шмотки, а в целом, как вот он живет в удовольствии, то есть он позволяет себе хорошо, качественно кушать, выделять на это время, не знаю, просто смотреть вдаль, мне кажется, это вообще актуально для греков, которые сидят в кофе часами, смотрят вдаль, как-то находить что-то красивое. И она отметила, что в России есть такая большая, культура боли, то есть это на какое-то преодоление, на страдания, а вот культуры хорошей жизни у нас, к сожалению, нет. И мне кажется, это правда заметно с европейскими странами, чтобы жить не из дефицита, а из изобилия. Это какая-то, да, суперспособность русских, потому что они реально супер по выживанию, ну, потому что такая история была. Но все-таки вот эта вот, какая-то, вот эта боль и страдание, и преодоление, она настолько пропитала культуру, что, ну, мне иногда даже страшно, потому что, если ты что-то, знаю, посадаешь себе в отпуск, или живешь как-то более свободно, тут, ну, очень легко свалиться в путь о вину, перед теми, кто скажет, да, это у вас так в Европе, вот там уехала, вот, и поэтому так рассуждаешь, не знаешь, какая у нас жизнь тяжелая. Вы такое замечали? Да. Надо страдать, чтобы заслужить хорошую жизнь. Да. Я сразу принимаю эгоиста, да, что ты друг там, что-то о себе исполнил. Сам факт, что эгоиста его принимала. Угу. Любовь к себе, это не всегда одноидно. Любовь к себе по-другому появляется. Угу. Это замечательно. Наверное, когда вы сталкивались с каким-то грешеским сервисом, вы говорили такое, что так быть не должно, что я вообще-то клиент, я прав, и вам что, мои деньги не нужны, ну-ка, примите меня немедленно, сделайте это быстро. А ее, ну, как, наверное, многих, висели там закрытые магазины по воскресеньям, и она спросила там своего друга, почему, ну, магазины по воскресеньям закрыты. И я ей ответила, что это, ну, как программа правительства, чтобы семьи, хотя бы в воскресенье, они проводили время вместе. И я подумала, что вообще-то, ну, это суперважно. Например, если родители работают там два через два, а у них есть дети, которые там субботу-воскресенье отдыхают, или только воскресенье, получается какое-то время, ну, общение с семьей они теряют. И это важно. И то есть, вот, важность отдыха, важность семьи, она прям вносится на уровень государства. Ставится выше, чем необходимость получить какую-то прибыль, и удовлетворить там, хотелки здесь сейчас. Ну, например, как это было в Москве, и она говорит, ну, как-то глупо сравнивать Москву, например, если она там супер большая, больше, чем в Париже шесть раз. и как-то ожидать, что в городе будет такой же уровень сердца. Но этот опыт, который сначала бесит, она потом находила комфортно, что если в воскресенье магазины закрыты, то есть и она отдыхает в этот день, она, ну, никуда не торопится. Она как-то, вот, я тоже, например, наслаждаюсь воскресенье, что улицы сейчас становятся такие полупустые, и я не поеду ни в какой-то, не знаю, Леруа-Мирне, там, зачем-то. Ну, просто, правда, проведу как-то время отдохнувшей. И, ну, как-то, еще особенность большого мегаполиса в том, что человек, который какую-то услугу предоставляет, или товар, он такой становится очень функциональным. То есть у него нет какого-то человеческого, а он больше становится как функция. И когда, ну, вот, люди из постсоветского пространства, они приезжают в Европу, и когда видят, например, что человека, который сотрудник, он не просто как функция сотрудник, а в нем проявляется что-то человеческое, что он может быть чем-то недовольным, что у него свой характер, что он, например, какой-то там итальянский перимахер не стал встреч сына одной девушке, потому что говорит, типа, то, что как хотите его подстричь, это некрасиво, говорит, я не буду встречать. И, да, женщина очень долго размущалась. То есть когда, ну, что-то такое человеческое или какое-то мнение возникает, ну, наши люди становятся очень недовольны, потому что в их реальности это по-другому существует. Но она говорит, что тогда вот за этой униформой можно разглядеть, ну, человека, что можно переключить внутренний режим потребителя. а вот за это всё, Продолжение следует...